Последнее предупреждение украинцам. Шутки закончились. Дорогие друзья, украинцы, не хочу быть пророком, не хочу нагнетать обстановку, но факты говорят сами за себя. Соединённые Штаты Америки и их европейские сателлиты, а также коллаборанты, то есть власть Украины, использовали народ Украины в геополитически страшной катастрофической игре, разжигая при этом ненависть к братским народам России и Беларуси, уничтожая память, историю наших народов, манипулируя сознанием людей, глумясь над героями Великой Отечественной войны, героизируя бандеровское полицайское отребье. И это есть гибридная война, которая идёт с 90-х годов, насаждая народу Украины разную нечисть и фальшивые ценности какой-то демократии. Вы как народ до конца не понимаете, что может произойти. На ваших глазах в центре Европы война на Донбассе идёт 8 лет. И эту войну нам принесли США, Англия, Канада и часть европейского сообщества, Германия, Франция, Польша и другие мелкие злобные карлики Балтийского покроя. Давайте посмотрим украинцы прямо в глаза реалия 30-летней самостоятельности нашего государства. Оранжевая революция в лице Ющенко и его дружков в 2005 году. Это был сплошной обман, фальсификация истории, переписывание Конституции, уничтожение наших славянских корней и всего древа наших народов. Попытка уже тогда вступить в НАТО. Оголтела Бандеру, Шухевича и другую мразь просовывали в наше подсознание как героев. Но тогда всё обошлось без крови, многие думали, что на этом всё и закончится. Но нет, американцы и их сателлиты никогда не останавливаются. Они продолжили дальше. В 2014 году в суверенную и независимую Украине произошло самое страшное. Произошла гражданская война. Притом чудовищная по своему характеру. Единый народ начал убивать друг друга. Притом, заметьте, что Донецк и Луганск на Киев не пошёл, на Львов не пошёл. А пришла именно украинская армия, тербатальоны и другая фашистская нечисть на землю Донбасса, убивая мирных граждан, уничтожая посёлки, сёла и города. Но американцы-ястребы войны сегодня пошли дальше. Им мало стало крови, горя, человеческих слёз. Они решили разместить на Украине свои так называемые учебные базы, накачивая их спецсредствами и летальным оружием. Не прошло много времени, как они заявили, что Украину примут в НАТО, забыв о том, что страны, на территории которых есть военный конфликт, в НАТО не принимают. Мало того, Конституция Украины и сегодня запрещает вступать в любые военные блоки. И в Конституции чётко определено, что Украина, согласно Акту независимости и Декларации о суверенитете, является нейтральным, внеблоковым и безъядерным государством. Но им наплевать на Конституцию и на их же уставы и решения НАТО. Как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уже давным-давно очертил красные линии. Но нет, украинская власть, которую я не признаю, сломя голову, как бараны рвутся в НАТО, не понимая, к чему такие кровавые игры приведут. Так вот, что я вам хочу сказать. Театр боевых действий может оказаться на территории Украины, а также в Европе. И жертв может быть очень много. Заметьте, что это геополитические интересы России, так как вокруг России удавка НАТО сжимается, а Украина является в непосредственной близости к России. Также хочу добавить вам, украинцы, России невыгодно разрывать по кускам территорию под названием Украина. Вы просто не понимаете этого до конца. Вас просто обманывают. России нужен сосед, дружественная страна с нейтральным статусом, без фашизма и без нацизма, без коллаборантов, которые продолжают нассорить между собой. Также хочу отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин знает, как выйти из этой нелёгкой ситуации и долго ждать не придётся. Осталось совсем чуть-чуть Украине перейти рамки дозволенного, на что по большому счёту толкают Зеленского и его свору. А сейчас же Украина ходит по краю лезвия. Я внимательно прочитал статью Дмитрия Медведева, а потом полностью прослушал выступление Владимира Путина на Балдайском форуме. Постараюсь кратко вам сказать, может быть грубовато. Доиграетесь. Терпение может лопнуть, если вы не урегулируете все вопросы на Украине политическим путём и не начнёте думать головой. В своё время Порошенко доигрался. Президент Путин прекратил с ним общение. Зеленский тоже доигрался и дошутился. Общение и с ним прекратилось. А там дальше сами думайте. Вы хозяева сегодняшней жизни Украины и её будущего. А теперь, что вам Европа и её демократия фактически за 8 лет принесла. Свыше 15 тысяч погибших на Донбассе. Бойна продолжается. Люди и дети гибнут. Свыше 200 детей уже погибло и продолжают гибнуть. На территории подконтрольной Украине ковидный хаос, коррупция, растущая смертность, закрываются предприятия, народ массово покидает страну. Бандитизм, наркомания пожирают страну, как раковая опухоль. Можно многое писать, что страшное происходит сегодня на моей любимой родине. Перечислять можно бесконечно. Вот это то страшное, что принесли нам Майдан, Европа, американцы. А представьте себе, к этому всему ещё и НАТО. Мы уже видели, как они разобрались с Ираком, Сербии и Косово, Грузии и Цхинвале, Ливии, Сирии. Уверен, что с Украиной может быть ещё хуже. Мало того, зацепят и Европу. И так, что мало не покажется никому. Упаси бог, если до этого эти вурдалаки продажные украинские власти доведут. Жертв будет очень много. Так что, здравомыслящие украинцы, вам надо как никогда объединиться и не допустить этого страшного сценария. А ещё лучше было бы, когда мы, несмотря ни на что, объединимся с Россией, Белоруссией и восстанем против деспотов, США, ястреба войны и той европейской коалиции, которую они выстраивают против России и Белоруссии. Только так можно сохранить мир. Да, последнее. Россианам тоже надо объединяться, так как коварный враг не спит и не оставит в покое Россию-матушку Белоруссию, так как они уже определились, что Россия для них враг и главная добыча. Они будут изнутри червей запускать, снаружи наносить большой непоправимый урон России и её президенту. Ещё раз думайте, делайте выводы. С уважением, народный депутат Украины 5 и 6 созывов Верховной Рады Украины Алексей Журавко.